Стартовало голосование за лучшие постановки фестиваля «Театральное при Волжье». Напомню, из всех регионов округа были отобраны по два лучших спектакля детского и студенческого театральных коллективов. Спектакли транслировались в нашем эфире, вот теперь зрители могут оценить их. Фестиваль «Театральное при Волжье» был посвящен Году театра. В нем приняли участие более 7 тысяч молодых актеров, школьников и студентов из всех регионов ПФО. Школьные и студенческие постановки посмотрели более 100 тысяч человек. Сегодня в Театре оперы и балета встретились те, кто помог состояться фестивалю в Чувашии. Впечатление очень хорошее, потому что наши молодежь, как учащиеся в школах, так и студенты, активно приобщаются к театральному искусству. Смотря на то, что играют непрофессиональные актеры, действительно, они свою душу, сердце отдали для того, чтобы выразить не только идею автора, режиссера, но приобщить вас к тем проблемам, которые сейчас существуют как в обществе, так и среди молодежи. Я думаю, что, несмотря на то, что год театра заканчивается, все-таки такие постановки будут продолжаться. Напомню, Чуваши в фестивале «Театральное при Волжье» представляли постановку о детской театральной студии «Лицея номер 4. Наброски судьбы». Режиссер Руслан Медведев и спектакль Межвузовского студенческого театра «Мой дедушка был Вишня», режиссер Дмитрий Миронов, руководитель Антон Савельев. 30 ноября в 13 часов подведут итоги голосования и определяют победителей в номинациях «Лучший школьный театр», «Лучший студенческий театр», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Каждый раз, когда мы собираемся на кружок, получается, Руслан Владимирович, наш руководитель, очень сильно волнуется, каждый раз упоминает об этом, и мы с ним тоже очень сильно волнуемся. Я очень сильно надеюсь на то, что наш спектакль выиграет, что, возможно, мы поедем в Москву. Каждый житель ПФО может отдать голос за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. Позвонить можно прямо сейчас.